Более 100 тысяч аварий на дорогах страны. Это статистика 2021 года. Чтобы цифры пошли на спад, в ГИБДД ежегодно предлагают новые идеи. На этот раз перемены затронут теоретическую часть. Как говорят в автоинспекции, чтобы осознавали свои действия на дорогах, они просто зубрили правила движения. Известно, что инициатива напрямую связана с новичками, чей стаж менее двух лет. В прошлом году по вине этих водителей в Барнауле случилось 65 ДТП. Здесь разные форматы, но если брать максимальное количество, то это парковочные варианты аварии, где не рассчитали габариты. Возможно, это проезд перекрестков. Более высокоскоростные аварии на трассах. Я думаю, что здесь все-таки уведет нас статистика в водителей более, так скажем, опытных. Смелыми на дороге становятся после трех лет вождения. Так говорит психолог. Но ГИБДД хочет, чтобы водители с первых дней понимали, как себя вести в аварийных ситуациях. Их-то и планируют описать в вопросах. Какими они будут, мы решили предположить. И вместе с инструкторами составили пять задач. Отвечали как молодые, так и опытные водители. У тебя нет вопросов. Твоя задача дать как можно больше правильных ответов. Ирина за рулем 10 лет, Владимир 15, а вот Татьяна и Ярослав меньше года. Каждый задумался над первым вопросом, который звучал так. Вы едете за город по трассе 90 км в час, и вы замечаете вдалеке очень густой дым от небольшого пожара. Что вы сделаете? Первое. Поедете внимательно, не снижая скорость. Второе. Поедете очень внимательно, снизив скорость до 60 км в час, потому что длина задымленного участка небольшая. Третье. Проедете задымленный участок пути, заблаговременно снизив скорость до 20 км в час, при этом стараясь максимально прижаться к обочине. И четвертое. Остановитесь на обочине перед задымленным участком, пройдете сначала пешком для контроля безопасности, а затем проедете задымленный участок пути со скоростью 20 км в час, стараясь уже ехать по обочине. Правильно ответила только Татьяна, выбрав вариант 4. Опытные водители сказали, что останавливаться глупо. Снизить скорость им показалось достаточно. Так или иначе, рейтинг таков. Ирина и Владимир ответили на 5 вопросов с двумя ошибками. Ярослав, менее опытный за рулем, ошибся единожды. А Татьяна прошла тест абсолютно верно, потратив меньше 5 минут. Для чистоты эксперимента мы оказались на автодроме. Здесь навык защитного вождения необходим на практике. После первого вопроса инструктора оба водителя попадают в просак. Вот вы сейчас нажмете на тормозе, где вы остановились? Ну, при скорости 40, я думаю. Ну, не совсем далеко от него. Ну, а вот я про это... Ну, где-то вот здесь я думаю. Он запланировал остановиться в оптам, а остановился вон где. Поверьте, в этом ошибаются и начинающие, и опытные водители. Опытный водитель и большой стаж – это разные вещи. Стаж и опыт, к сожалению, не равняются. Во время змейки девушка, как новичок, осторожничает. Мужчина едет и не ошибается, но когда инструктор опускает ручник, водителю не хватает реакции, чтобы справиться с заносом. Контрольное задание – не сбить лисицу, которая внезапно выскочила на трассу. Вместо животного – инструктор, а за рулем водители набирают скорость, как на трассе. И тут... В России навык экстремального вождения не обязателен. Иначе в Норвегии, где самые безопасные дороги. Барнаул по площади численности населения можно сравнить с Осло. Так, например, в 2019 году у нас произошло более тысячи ДТП, в которых погибло 32 человека. В Осло за этот период случилось всего одно ДТП, где погиб человек. Мама записывает ребенка в автошколу, и она рассказывает о том, как она ездила по трассе, как она попадала в аварии. В ходе разговора мы всегда подводим к тому, что спрашиваем, какой скоростной режим приемлем для вас на трассе. Она говорит, да, ну 150, но я и 220 ездила. И вот, получается, уже пришел к нам человек с осознанием и принятием того, что такая скорость, она дозволена. В Норвегии люди с детства адаптированы к опасности на дороге. Молодое поколение растет в правильной обстановке. В том же Осло созданы все условия для пешеходов и водителей. Любимый транспорт здесь – велосипед. Для него чиновники продумали схему движения по всему городу и отвели отдельную полосу. Я хотел бы жить в Осло. Здесь ездят на гибридах и электрокарах куча велосипедистов, куча бегунов, куча мест для тренировок. Офигенно! На самом деле в теории казалось проще пройти этот участок дороги. Недостаточно, скажем, опыта именно по движению по гололеду. Скажем, по городу-то, конечно, это просто ездить. Уже езжу более 15 лет, и аварий-то как таковых и не было. На самом деле нужна практика вождения и как бы серьезнее относиться к этому, скажем так. И нужно растить принципиально новое поколение, осознанное, осознанное в том, что дорога, ну она может тебя убить. Наш эксперимент показал, водители знают теорию, и будущие поправки вряд ли снизят статистику ДТП. Ведь на деле героям сюжета не хватило практики. Так что изменить ситуацию можно, лишь применив несколько составляющих. Это знание и теории, и практики, а еще диалог с детьми. Мама и папа должны объяснить, как опасна дорога, и показать правильный пример. Ведь сегодня на дороге людей сбивают и лихачи с огромным стажем.